Приветствую вас! Ну, не думаю, что кто-то посчитает вас троллем, лично я точно нет. Я постараюсь ответить вам на ваш вопрос с позиции специалиста, с позиции того, что я знаю. И, на мой взгляд, вам необходимо работать в двух направлениях. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что у вас есть сбой в, ну, как бы, наверное, даже непонимании, это, наверное, было бы неправильно сказать, понимании. Я думаю, у вас есть сбой в понятии жестокости, что есть жестокость, что она собой представляет и так далее. То есть жестокость для вас – это мощное проявление аутоагрессии. Аутоагрессия – это невыраженные негативные эмоции, которые впоследствии оказывают влияние на самого человека. И аутоагрессия, она проявляется по-разному. В частности, аутоагрессия может проявляться вот так вот, как у вас. То есть я не утверждаю этого наверняка, безусловно, но, тем не менее, думаю, что, как вариант, это очень даже может быть. И тогда необходимо анализировать ваши отношения с родителями, тогда необходимо анализировать вообще ваши отношения, насколько у вас все было хорошо, с родителем, насколько вы успешны, насколько вы уверены в себе, и насколько у вас получается устраивать отношения с людьми, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас вопросов, в принципе, достаточно много для того, чтобы вам их задать. И я не думаю, что вопросы эти имеют смысл вот так вот сейчас прямо все говорят, потому что с вами нужно работать. Да, во-первых, значит, это первый момент. А второй момент, обязательно посещение не психиатра. У вас нет психического заболевания в привычном смысле этого слова. Вы не больны психически, хотя потому что вы осознаете то, что вы делаете, и осознаете, что это не совсем нормально. Это значит, что психиатр вам не нужен. Скорее всего, и поскольку вы не получаете удовольствие от интенсивных отношений с девушками, я бы рекомендовал вам обратиться не к психиатру, а к сексологу. И вот именно сексолог, именно сексолог поможет вам разобраться с вашими проблемами. Именно сексолог поможет вам определить и найти то, что оказалось нарушенным в вашей сексуальной ориентации. То есть, в том, что является, ну, сутью того, что вас привлекает в сексу. То есть, еще раз, никаких психиатров, и никто вас никуда там не упечет, и уж тем более не навсегда. То есть, ну, правда, вы рисуете какой-то совершенно дикий и жестокий мир. Я не думаю, что вы правы относительно того, что вы говорите. То есть, ну, откуда у вас такая вот себе неуверенность, которая, кстати говоря, проявляется еще и в том, что вы, ну, проявляется еще и в том, что вы, как бы, сразу оправдываетесь. Оправдываетесь сразу перед нами, и я не думаю, что это вот точно является чем-то хорошим и правильным. То есть, на мой взгляд, это проявление вашей неуверенности в себе, может быть, сомнения в себе, может быть, даже страхов, может быть, каких-то моментов с неуверенностью. То есть, ну, это нужно уже с вами разбираться. Понимаете, то есть, существует некоторый ряд условий, которые, по сути дела, сделали возможным ваше вот такое отношение к себе, к сексу и так далее. И вот эти условия, которые сделали возможным данным, нужно разбираться с психологом. А то, что касается сексуальной ориентации, вам нужно разбираться непосредственно с нашим сексуалом. И это то, что вам, в принципе, нужно делать. Вот и все. То есть, никакого психиатра и близко у вас не будет. Главное, не бойтесь, все будет нормально, не стесняйтесь, вас всегда поймут и вам всегда помогут. Главное, чтобы у вас, у самого, было желание что-то сделать, желание что-то изменить. И тогда все будет в порядке и все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.